С 11 февраля в нашей школе проходила неделя иностранных языков. В ней приняло участие очень много учеников. И начальная школа, и пятые, шестые, седьмые, восьмые, девятые, и одиннадцатые классы. В общем, все ребятки. И победителей поэтому очень много. Значит, в конкурсе «Валентинок» у нас победили ученики в классах Белецкая Соня, Носкова Соня, Амосова Вероника и Ширшина Дарья. В конкурсе «Моя самая любимая английская буква» победителем выбрали Иванова Максима, ученика 2-го класса. Ученики начальной школы 4-го класса и 5-ти классники совместно сделали постер праздники Великобритании. А ученики 6-го класса, 7-го и 8-го, они совместно сделали проект «Что ты знаешь о Великобритании». Здесь активные участники были и Гаврилов Саша, и Гайдук Вова, и Фимов Саша, Богачев Артем, Иванова Соня, Крупнов Саша, Томилин Илья, Базаев Анатолий, Филиппов Евгений, Манечева Юлейха и Кагай Ильдер. Для старшеклассников проходили викторины. Победители в викторинах – это ученики 6-го А-класса. Они дали самые полные ответы на викторину. На сайте нашей школы была помещена виртуальная викторина. Здесь победителями оказались Манечева Юля, ученица 8-го А-класса, и Завалка Катя, ученица 9-го А-класса. В конкурсе переводчиков победила Юля Манечева, ее перевод признан самым лучшим. Ну что, а в решении ребусов победила Катя Калинина, ученица 9-го А-класса. Ну и подводя итоги этой недели, можно назвать самых активных участников. Это Манечева Юля, ученица 8-го А-класса, и Гаврилов Александр, ученик 6-го А-класса. Поздравляем победителей! Третьей четверти в нашем центре прошла неделя математики, и я хочу сказать два слова об ее итогах. Значит, первое, были проведены викторины для совместного исследования истории математики, выступления учащихся 6-го А-класса и Глеба Лубкова перед учащимися центром математические фокусы и история числа Ти. Были проведены различные игры, игры геометрическая в 8-м А-классе, виват математика в 7-м классах, последний герой это 8-е и 9-е классы, игры разума это 5-е и 6-е классы. Активное участие в неделе математики приняли 8-й А-класс, 6-й А-класс, 5-й А-класс, они будут награждены грамотами за математическую викторину. Кроме этого, победителями виртуальной недели математики стали Варламов Валерий и Барашков Михаил. Самыми активными, кроме викторины, классы это 8-й А и 6-й А награждены грамотами за активное участие в неделе математики. Кроме этого, несколько учащихся награждены грамотами активные участники недели математики. А самым активным участником недели математики признана Манечева Юля, которая принимала участие во всех конкурсах и сделала больше всего в неделе математики. Значит, заключительным этапом в этом году математической недели будет участие нашего центра в игре «Кенгуру». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу о тех конкурсах, в которых наши учащиеся центры приняли участие в этом году по учебным предметам. На протяжении нескольких лет, и это очень приятно, и это очень радует, что каждый раз количество ребят, принимающих участие в конкурсах, у нас увеличивается. Мы приняли участие в таких конкурсах, как «Гид по информатике», «Кенгуру» по математике, этот конкурс нам еще предстоит в нем поучаствовать, «Русский медвежонок» и «Английский бульдог». И сейчас наши педагоги, которые отвечали за организацию и проведение этих конкурсов в образовательном учреждении, более подробно вам расскажут о результатах. Сейчас я вам представлю результаты конкурса «Гид», который состоялся 21 ноября 2012 года. В этом конкурсе участвовало 19 человек, это учащиеся с 3 по 9 класс. По третьему классу наилучший результат показал Дадашов Шереслан и Варламов Валерий. По четвертому классу это Васильев Кирилл занял первое место. Среди шестых классов Ефимов Александр, среди восьмых классов Маничева Юля. В девятом классе наилучший результат показал Афеоктистова Анастасия. Что касаемо Маничева Юли, то в регионе данная девочка заняла 15 место. Каждый учащийся получит по сертификату и по небольшому утешительному призу. В этом году у нас участвовало не так-то и много человек. Я надеюсь, что в дальнейшем, в последующие годы мы будем участвовать более активно. Так как данный конкурс детям нравится, они стараются. На протяжении нескольких лет учащиеся центра принимали активное участие в общероссийском конкурсе по русскому языку «Родное слово». В текущем учебном году мы принимали участие уже в международной игре-конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок», которая проводилась в ноябре 2012 года. Наши ребята показали себя с очень хорошей стороны и продемонстрировали как знания по русскому языку, так и эрудицию и смекалку. Ведь многие вопросы были и игровыми, и очень занимательными. И вот какие результаты по участию в данном состязании. Среди третьих классов первое место заняла Павлова Елизавета, 93 балла. Поздравляем, Лиза, молодец. Среди пятых классов первое место у Барашкова Михаила, 91 балл. Миша, мы тебя тоже поздравляем. Среди шестых классов первое место у Сбитневой Алены, 65 баллов. Алена выполняла задание через дистанционное обучение. И также среди шестых классов первое место у Гаврилова Александра, 52 балла, 6-й А-класс. Среди седьмых классов с результатом в 70 баллов первое место у Граненко Владимира. Среди восьмых классов 68 баллов у Французовой Анны. Среди девятых классов с результатом в 57 баллов Калинина и Екатерина. И единственная участница, которая была из одиннадцатых классов, это Астахева Алена. У нее 61 балл. Организаторы конкурса решили отметить лучших участников игры, поэтому, дорогие ребята, вас сейчас ждут сюрпризы. Желаем вам удачи и нового участия в конкурсах по другим учебным предметам. Спасибо. 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 Спасибо.